сегодня мы 16 февраля 2018 года сегодня у нас пятница вчера был четверг события были такие тут последнее время просто но вечером на в ночь на встретине роман малыш выставил ролик игнатий тихонич лапкин еретик с большой буквы то есть он сорвался окончательным еще считали только про пахоми как были был старец который клеветал распускал ходу и молву просто к нему все это относится но события были такие в этот же день сразу же ко мне сюда на дом позвонил два раза я в городе был приехал из мвд молодой там представители их власти как называют у полномочий на оперуполномоченный все записали я ролик выставил можно посмотреть а потом батюшка звонит и говорит приехали люди на снегоходе и романа забрали то есть он не выходил значит как-то его вытащили из этого контейнера никому не хотел дерзил после безумия пошло одно приехал он не такой был совершенно и вот теперь артур алёхин спрашивает артур алёхин здравствуйте игнатий тихонич поясните пожалуйста если не сложно я правильно понимаю что роман малыш откровенно назвал вас еретиком и теперь хочет покинуть потеряевку это первая версия вторая хочет остаться жить в своем доме но не принадлежать к общине ну что он думает я не знаю спасите я отвечаю игнатий лапкин что и чего хочет ром что и чего роман хочет трудно сейчас говорить еще в начале января он причащался в нашем храме от отца и акима но уже через неделю он как бы сошел с ума сбесился стал одержимым бесом лжи и хуленей прошли собрание тут они я показываю где посмотрите как он ведет себя какие бешеные слова и глаза были когда он спросил о плоскости земли спросил да когда спорил о плоскости земли зачем ты спросил то лишнее букву вставляешь это смысл то другой он не спрашивает как раз противоположный смысл он навеливает сегодня ночью роман выставил ролик с названием игнатий лапкин еретик и уже через несколько часов уже был оперу помоломоченный у меня в барнауле только что позвонили из потеряевки что приехали из мвд или из прокуратуры на снегоходе и романа малыша увезли как говорят это ночует там как говорят индийцы карма настигла его что он хочет это только он сам знает все больше склоняюсь на мнение многих что его тщательно выдрессировали на украине и заслали сюда изнутри разлагать подготавливать людей к местному майдану евреям 1031 страшно впасть в руки бога живого роман на ролик так называется вот где его искать дальше мне пишут спаси христос игнатий тихонович роман малыш съехал с ума и бредет youtube ком вот это дальше как может карточка и паспорт быть принятием печати роман совсем обезумел от видео царева и прочих людей которые своих снах кавычках видят что-то роман безумец пусть тогда и от интернета откажется если начал сходить с ума с уважением александр город ноябрьск вера пишет когда миром дорогой игнатий тихонович я сегодня отправлю вам деньги за книгу к истинного православия за курьера и за пересыл игнатий тихонович могу ли вас попросить для меня подписать эту книгу будьте так добры не знаю вас лично а только по вашим роликам вы стали для меня родным человеком а зачем это по порядку мне идет попадает но у романа то ничего нету я разбеденный две жены и никто не не приедет никогда то есть он приехал с готовым багажом душе спасибо с христос родной мой человек о вас я узнал от замечательного человека юровой ксении я как и многие думала что я верующий человек оказалось что я совсем не знаю христа низкий вам поклон дорогой мой игнатий тихонович как отправить деньги напишу вам адрес куда отправить книгу и чек игнатий лапкин подождите не высылайте пока деньги поищите кому еще послать чтобы не одну книгу послать нам по одной нам очень накладно стоять в очереди на почте и прочее подождите может быть кто еще пожелает иметь книги вера пишет вы мне напишите тогда когда отправлять я фамилии и не показываю потому что они изберги там этой сват этот олег там вот все начинает их выискивать теперь клевещут на меня чтобы они не ходили а шли к ним ну безумие полное поэтому пришлось скрывать даже вы мне напишите тогда когда отправлять деньги просто моем окружении нет таких людей а на меня уже смотрят и говорят что я стала православной фанаткой я выбросилась в свою косметику стала одеваться как женщина и так далее в храме молчу перестала в нем разговаривать и это оказалось у нас кавычках христиан не норма я очень буду ждать вашего разрешения отправить вам деньги верю что господь все устроит не буду скрывать что расстроилась пусть будет тогда на это воля божья а не моя буду ждать это опять же название ролика так валентина сортисон ой 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 страшно помилую господи два раза кричит она сергей рассчитай два раза ой 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 страшно помилую господи сергей игнатов слава богу за все за доброе и худое за здоровье и за болезни за друзей и за врагов ибо все окажется полезным по благодати божией что же касается нашего бывшего брата по христе романа малыша то молитву о его вразумлении не оставляем господь откликается на молитвы праведников и управит так как того заслуживает каждый человек на земле нераскаившимся грешникам страдание за отступление закона божия праведникам венец победителя над бесами во славу христа аминь владимир гангам игнатий тихоныч смотрел сегодня ролик мвд россии собирает данные романе малыше мое мнение что вы правильно поступаете уж больно он быстро от вас всех отказался если у него нет единомыслия с вами с общиной то господь его отведет от вас здесь очевидно что он не уважает никого это видно явно что провокация против вашей общины кто за этим стоит вскоре увидим рустам игнатий тихонович мир вам как правильно по христиански поступить если живу в многоэтажном доме где есть соседи не христиане которые меня знают давно и желают чтобы я их приветствовал а я их не желаю даже видеть игнорировать их или все таки лучше здороваться с ними спаси христос поступать согласно 2 иоанна 1 10 закрыть себе христом спрятаться за его спину приветствовать и злых и добрых и врагов и друзей тем самым изменяя себя самого пяти лапки приветствия разно выражается самое неуязвимое доброе утро гутен морген и так или день добрый гутен так или вечер отвлеченное просто проходит мимо справочник по погоде и это людям это нравится одновременно вы и не погрешаете не одобряете дела безбожных даже не желаете им здоровья не говорите здравствуйте если это пьяница или вор то и вопрос а зачем ему здоровье то чтобы еще больше натворить худых дел Матфея 5 47 если вы приветствуете только братья ваших что особенного делаете не так же ли поступают и язычники Матфея 10 12 а входя в дом приветствуйте его говоря мир дому сему 2 иоанна 1 10 кто приходит к вам и не приносит сего учения того не принимайте в дом и не приветствуйте его 2 иоанна 1 11 ибо приветствующие его участвуют в злых делах его а теперь что Роман там выставил ролик такой и называется такой роман малыш сменит Игнатия Лапкина и вот пошли отзывы на этот ролик его нато нато зуб сломайте Игнатий сила вам не по зубам ребятки я шоссом Роман должен заменить Лапкина мы за него то есть я взял все там матерки только выбросил которые интересно любопытно таинственно ну ладно даже не надо за его за его кандидатуру особо ратует Дон Челли и вы в его верите а Роман сам согласен заменить Игнатия Лапкина а теперь Дон Челли а у нас скрывается ни имени ни фамилии ничего нету ни образа ничего нету это нет только у демонов я считал у жития святых даже у ангелов и то там Херуимы Серапимы там Габриил Рафаил Михаил есть а у демонов нету только их по разному называют демоны злые духи падшие ангелы лев называют черти и вот это черт это всегда найдут что там есть под этим смотри сейчас дальше да отец Роман готов заменить вымогателя Лапкина это он им говорит его найдут сразу в Барноле здесь какой-то мы проходили мимо я гляжу там интернет ну какой-то салон приходят кто платит деньги там сколько рублей там сто дал садится и занимается и он там начал что-то клеветать раз в другой на кого-то видимо из представителей власти а может на президента он только зашел в следующий раз только включил заходят двое так пройдемте с нами а рядом уже машина стоит все кончилось наручники на руки в подвал найдут а другой стоял и говорит вот мы сейчас с тобой по телефону будем говорить он говорит ну еще а узнать да я знаю узнают а если просто говорим а теперь просто мы говорим просто так ты не включай я не включаю поговорили да а теперь смотри я попрошу сейчас пока постоим на том месте у меня знакомый я позвонил и говорю ты приди сюда а он работает в органах вот он пришел и говорит вот мы с тобой договорились а что мы сейчас с этим с Виктором говорили он говорит об этом а то глаза вот такие да ему же телефон не включали разницы нет он у тебя в кармане был не включен и все абсолютно что разговаривает слышит аааа рот-то не развивайте и мне говорит уже учить не надо теперь я абсолютно точно знаю телефон могу только выбросить да еще это неизвестно вот тебе да что-то Дон Челли говорит да отец Роман готов заменить вымогателя Лапкин уже отец Роман готов заменить Яша Дон Челли отец Роман истинный мученик секты Игла Николай Иванов вы ему шины везите слава Украине шины везите то есть майдан жечь они тут будут колеса и все такое это их сразу найдут в один день а другие сразу застовывают ой это стыдно так вы верующие это всегда к властям обращалась православная церковь то есть ненависть через губы бурлит буквально от избытка сердца говорят уста язык лопата выбрасывает слава Украине какое слава где на Украине раньше слава КПСС писали так некто Марио автор ты такой же тупой осел как и Роман Кайрат Самаков Роман Сатана Александр Никитин Дон Щелли пишет все твои потуги видны это он к нему обращается к Дону дно или дон или дно дальше ты хочешь внести раскол в общину но у тебя и у Романа кишка тонка и про кавычках бизнес Лапкина и про взятие Игоря Глушкова ты специально так кавычках открыто говоришь и типа смеется думаешь заразить побольше людей своих скверной умоетесь вместе с Романом так а что же ты не ответил мне по существу вопроса выдвинулся в понедельник потеряевку или это фрик такой типа в поддержку Романа детский сад да и Роман оказался недалекого ума раз повелся на побосенке упырей плоскоземельцев да на твои вот так мечтайте дальше Роман еще думает он видит что это демоны его и он сразу их хватает обнимает за рога хватает их Александр Никитин кстати пусть в кавычках отец Роман создаст что-то подобное или хотя бы попробует общину создать как Игнатий Тихонович а Роман суть разрушитель создавать не в силах так новый канал отец Роман насмешили на общину акулы и поселена подали и где они их-то многих уже и нет а община все там же восклицательный сколько так и будет а через год про Романа все будут только вспоминать что был такой да сгинул куда-то то есть он сегодня уже так же два раза и обрал тебя ты все равно не слушаешь не надо и что он есть ваш Роман что он сделал Игнатий Тихонович создал эту общину сколько лет он ее создавал и защищал извините у Романа две жены было и в итоге он один он не сумел даже семьи свои семьи свои сохранить отец Роман не смешите кстати Дон Челли писал понедельник выдвигается потеряевку выдвинулся или задвинулся клоуны клоуны выдвигается то другое а Роман на полном серьезе на полном серьезе воспринимает то есть он все закрыл слышание слова Божия только для демонов открытых Дон Челли Александр Никитин Лапкин защищал свой бизнес которым вводил заблуждение местной власти бизнес какое-то я понятие мне даже не нравится это слово бизнес как будто бы человек тихим шепотом издает звуки как у любого нормального отца должно быть две жены на утро и на вечер они как сделают документы так сразу и приедут это он до которого Дон Челли пишет кстати Александр Никитин мы уже давно потеряевских ворот разведка работает связной зять Игоря Глушкова информирует нас о передвижении крупнорогатого и мелкорогатого скота а также их птиц амбар тоже под контролем ну что только хочешь Роман все это воспринимает за полную слышь нет не отвлекайся она наступает ногами на этот грязный половичок смотри дальше конечно Лапкин много чего сделал если все собрать то лет на 8 потянет если не больше это тот Дон Челли это во-первых кто ему разрешил срезать деревья в лесополосе и внутри потеряете какие лесополосы где там никогда никто не был из нас даже там вранье все попроси его пусть покажут по разрешению от местного самоуправления Александр Никитин несмешимые несмешимые тапки смотри все твои претензии свелись к вопросу кто Лапкину деревья разрешил вырубать изыди бес я тебя ты разоспрашивал ты доехал до потеряевки как обещал Роману а ты уходишь от прямого вопроса ссылаясь то на одно то на другое вы поддерживаете Романа только пока он вопали а потом и его сольете вы бесы бесы вы бесы демоны Гарри Голд хоть и жалко Романа но Игнатий Тихонович абсолютно правильно поступил Роман не так наивен и крото как кажется его истинные мысли можно почерпнуть в тех комментариях которые оставляют на его канале та лавина хулы и угроз в адрес Игнатий Тихоновичу ему не только не притит а он их даже не пресекает и даже хуже он их поощряет своим молчаливым предпотворцем это Роман все это всю эту мерзость блевотину с дерьмом все это копирует и на меня скидывает он считает вот видишь как на тобой плохо не я один Роман вот сижу в бункере оттуда руководит из железного бункера как будто бы рейх кончается последние дни оттуда вчера приехала его полиция там прокуратура вытряхнули посадили снегоход и уже все ночевал там а батюшка заботится он хоть как-то там это не замерзнет да нет в тепле да мы его накормили говорит уже там где-то самое малое что грозит это выдворение то есть в наручниках и до границы а другое это подбивал нас смуты это серьезная статья до 15 лет может то есть он не понимает ничего Роман он полностью сумасшедший десноватый где его кротость одна гордыня и злоба я думаю много бед он нанес бы судя по тому как он энергично противопоставляет себя жди беды батюшка как он разговаривает батюшка еще никто так не разговаривал собрание когда было волк в овечьей шкуре абсолютно правильно он хотел утвердиться на месте а потом диктовать иначе он бы год не скрывал своих намерений год иначе бы год он не скрывал то есть целый год скрывался ведь Игнатия Тихоновича все открыто и говорить что он что-то не знал ложь у меня открыто и Роман говорит я не знал потом я исследовал приглядывался и нашел там еретик и то другое все это ложь это заранее все было заготовлено по скриптам ну и для тех кто сомневается в его адекватности то о какой плоской земле можно говорить в 21 веке Сергей Игнатов слава Богу за все за доброе и худое за здоровье и за болезни за друзей и за врагов ибо все окажется полезным по благодати Божией что же касается нашего бывшего брата во Христе Романа Малыша то молитву о его вразумлении не оставляем Господь откликается на молитвы праведников и управит так как того заслуживает каждый человек на земле нераскающимся грешникам страдания за отступление от закона Божия праведникам венец победителя над бесами во славу Христа вот начинают нападать которые это хорошие люди ну вы видите что он делает Роман не получив гражданства от иного он иностранец для страны кроме того он документы не признает кроме того он не зарегистрировал он не прописывался земля Божия я хочу там устроиться но ни в одном государстве этого не позволит нигде никогда не было и его поддерживают на что мы должны делать он никого не посчитает не признает первое в заповеди которая деревня я не нарушаю как написано не лгать он все абсолютно лжет самое главное это восстановление потеряевки а не разрушение Сергей Попков Ефесянам 6.12 потому что наша брань не против крови плоти но против начальств против властей против мироправителей тьмы века сего против духов злобы поднебесной 1 Коринфянам 5.5 предать сатане во измождение плоти чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа в каких случаях необходимо использовать Ефесянам 6.12 а в каких 1 Коринфянам 5.5 Валентина Сортисон а мне Романа жаль ох как жаль по бабьего горюю а еще думаю что контейнер то у него перемерзнет а там вероятно продукты он летом делал заготовки могут и емкости или трубы которые с водой перемерзнуть кто бы озаботился нельзя оставлять его одного эх Ромка ты Ромка ну что же ты натворил болезный вот так ну а как ты попасть он заперт так ему не попасть никак ключи у него Алексий молитесь за него он очень в этом нуждается Валентина Сортисон молимся а где-то у него есть мать я не думаю что он был плохим сыном притч 13.3 кто хранит уставство и тот бережет душу свою а кто широко раскрывает свой рот тому беда вот и мой беда он раскрыл рот в интернете это еретик масон там всякая патриарха всю православную церковь из бункера он все ересь все еретики он нашел какого-то где-то отлученных там разных шляховых находят Антониев притча 16.17 путь праведных уклонения от зла тот бережет душу свою кто хранит путь свой а вон он не хранит путь свой все для него было здесь все абсолютно и погубил все своими руками почему опыт был у него только разрушать и губить он его применил притча 21.23 кто хранит уста свой язык свой тот хранит от бед душу свою а вот беда он не хранил свои уста в интернете натравливает премудрый Соломон 1.1 любите справедливость судьи земли право мыслите о господи и в простоте сердца ищите его ибо он обретается неискушающим его и является не неверующим ему ибо неправый умствование отдаляет от Бога и испытание сил его обличит безумных в лукавую душу не войдет премудрость и не будет обитать в теле порабощенном греху вот где корень-то веста две жены там все может все незаконно и так и жил и что спрашивать еще ты третий начал может быть искать прямое уже есть подозрение что думал жениться здесь даже меня спрашивал кое о ком ибо святый дух премудрости удалится от лукавства и уклонится от неразумных умствований и устыдится приближающейся неправды человеколюбивый дух премудрость но не оставит безнаказанным богохульствующего устами потому что Бог есть свидетель внутренних чувств его и истинный зритель сердца его и слушатель языка его дух Господа наполняет вселенную и как все объемлющие знает всякое слово посему никто говорящий неправду не утаится и не минет его обличающий суд вот это к роману полностью относится он всякую ложь собирал неправду распространял ибо будет испытание помыслов нечестивого и слова его взойдут Господу в обличение беззакония его потому что ухо ревности слышит все и ропот не скроется он роптал распространял все эти донов собирал стул срамота какая итак хранитесь от бесполезного ропота и берегитесь от злоречия языка ибо и тайное слово не пройдет даром а клевещущие уста убивают душу не ускоряйте смерти заблуждениями вашей жизни и не привлекайте к себе погибели делами рук ваших Бог не сотворил смерти и не радуется погибели живущих ибо Он создал все для бытия и все в мире спасительно и нет погубного яда и нет и царства ада на земле праведность бессмертна а неправда причиняет смерть нечестивые привлекли ее и руками и словами сошли ее из чахли и заключили союз с нею ибо они достойны быть ее жребием так что все романа идет как надо полностью вписывается вот в эту главу я всю главу взял здесь распространял все и заключил как будто бы союз с дьяволом Сергей Игнатов пишет мир вам события которые развиваются в интернете ссылка идет вокруг нашего сорокалетнего земляка с Украины Романа Юрьевича Малыша бывшего моряка ходившего в море с порта Мариуполь Донецкой области и временно поселившегося на птичьих правах в широко известном православном общине поселке Потеряевке в Алтайском для спасения своей души нуждается в серьезных аргументированных документариях для непосвященных в Алтайском крае Мужи братья во Христе которые симпатизируют единственной в России Украине Белоруссии свято-анфима некомедийской православной общине возникшей по домофорам русской православной церкви за границей отчетливо понимают что все и везде происходит по промыслу Божию судите сами предприимчивый трудолюбивый хотя и недостаточно образованный Роман Малыш имея желание жить по христианским православным правилам и традициям отошел от вредившего его душе бизнеса и семьи нашел через интернет единственную в бывшем Советском Союзе единственную православную общину в Алтайском крае живущую по уставу на старинных русских благочестивых традициях соблюдающий апостольские правила и каноны Христовой православной церкви познакомился по скайпу с ее духовным во Христе наставником и исповедником православной веры Игнатием Тихоновичем Лапкиным В разговоре с Игнатием Тихоновичем Роман Малыш восторгался этой общиной а также миссионерской деятельностью своего совеседника и сообщил что его образ жизни соответствует требованиям устава православной общины ему разрешили приехать в поселок Потеряевку и он воспользовался гостеприимством общины куда приехал на своем грузовике фури со всем своим капиталом и разнообразным комплектом инструментов для обустройства на новом месте первую зиму он пережил живя под одним кровом с Лапкиным Игнатием Тихоновичем разделяя с ним общую трапезу то есть нигде ни слова не было разночтения никакой ереси он не знал ничего а я исследовал я видел все лжет лжет напопалой ваш отец дьявол ибо он лжет с отец лжи их трудно было обличить все они принимали Христа они принимали истины а он лжец он полностью породился с дьяволом и что дальше тогда же произошла первая полемика из-за упрямого утверждения романа малышом плоскости земли со ссылкой на выгодные ему отдельные стихи Святой Библии как будто по ней в учебных заведениях изучают географию или астрономию но если утверждение всем известного старика Хаттабыча о том что земля плоская вызывала у зрителей фильма улыбку то серьезные заявления на эту тему романа малыша уже настораживали потому что он не внимал никаким научным доводам об ошибочности своих воззрений а также отказался от участия в опыте на замерзшем озере Байкал который преследовал цель опытно доказать шарообразность земной поверхности по приезду поселка Потеряевки он начал удивлять ее жителей своими околонаучными познаниями в которые сам верил как и Господу таким поведением он вызывал сначала удивление а потом и возмущение у жителей поселка Потеряевки которые живут по уставу где запрещены воровство курение пьянство или ношение нецелемудренного одеяния и всякая ложь не заснул ли он казачок спрашивали тогда жители поселка Потеряевка за него заступился Игнатий Тихонович который не видел в нем никакого троянского коня а трезвый образ жизни Романа огромное трудолюбие и дела милосердия на благо ее жителей на время затмило изъяны в его мировоззрении которые казалось не влияли на опасение его души на спасение на спасение душ его души кроме духа лжи который проник в его сознание Роман заложил фундамент своего будущего дома поселке Потеряевка построил парник посадил огород расчистил земельный участок от вековых тополей старательно трудился со всеми на благоустройстве искусственных водоемов для размножения рыбы помогал мужам братьям а она помогала ему посещал общие для всех богослужения собрания и занятия по изучению святых писаний одним словом он вписался по своим человеческим качествам и образу жизни православную общину и она приняла его без серьезной проверки наличия у него юридических оснований жить там как как они то есть иметь регистрацию своего места жительства по законам российской федерации но как оказалось и последствий выявилось что Роман Малыш открыл для себя через интернет иной виртуальный мир с реально существующими людьми исповедующие спорные ложные мнения которые противоречат учению позиции РПЦМП по разным вопросам в том числе и ЭНН начал утверждать через интернет и нагнетать нездоровые настроения что патриарх РПЦМП Кирилл экуминист и еретик власть российской федерации незаконная а издаваемые законы для него не авторитет земля божия хозяин на ней он а не государственная власть потом он заявил о своем выходе с православной общины отказался от посещения богослужений так как там поминают иногда патриарха Кирилла а священный Ирей и Аким имеет ИНН живя в полном уединении от мужей братьев оборудованном им контейнере которым подведена электроэнергия от дома Игнатия Лапкина он начал открыто через интернет пропагандировать свои заблуждения и ложные утверждения относительно РПНЦ МП и ее патриарха государства Российской Федерации куда приехал из Украины начал страдать манией борьбы со штрих-кодом числом 666 которым сплошь и рядом проштампованы продукты и товары регистрационные карточки платежщиков налогов и другие документы он начал притягивать к себе всех врагов православной общины судить об исповеднике православной вере и нашем наставнике во Христе Игнатие Лапкине как об еретике а уважающих и слушающих его богодухновенные проповеди христовых учеников относил к зазомбированным людям не имеющих данной им от Бога свободной воли причем его ложные измышления в которые он искренне может быть и верит начали расходиться через интернет из поселка Потеряевка община которой законопослушна и признает благодатность РПЦМП хотя в ней множество отступлений от учения Господа Иисуса Христа и канонов вселенских и поместных соборов церкви поэтому вполне естественной и единодушной была реакция двух переплетенных между собой православных общин свято-анфимонекомедийской поселка Потеряевка и креста Воздвиженской в городе Барнауле которые решили предать грешника и отступника властям на предмет законности его нахождения в поселке Потеряевка поэтому вскоре последовало обращение полномоченного от этих общин Игнатия Лапкина обращение в органы власти по поводу соблюдения Романа Малышом о законодательстве России о регистрации своего места жительства поселке Потеряевка то же самое что в письме общины Игнатий Тихонович Лапкин подтвердил в своих пояснениях прибывшему работнику полиции которых дал всестороннюю и объективную характеристику Роману Малышу призвав всех усиленно молиться за него дабы во всем была Божия воля мы действительно желаем добра Роману Малышу ведь Бог не хочет чтобы грешник погиб но покаялся и пошел по пути Господа а не руководствовался своим поврежденным умом со времен грехопадения Адама Аминь на это пока пожалуй хватит с уважением прихожане Свято-Тихоновского храма города Углидара Донецкой епархии УПЦ МП Игнатов Сергей 58 лет юрист женат то есть вчера мы поставили эти два ролика мы сейчас посмотрим их вот они значит сейчас я обновлю страничку так посмотрим МВД России собирает данные о Романе Малыша 15 14 часов назад сколько посещений уже 3522 3000 3522 так потом дальше страшно впасть в руки живого но батюшка сообщил что его забрали и тут тоже посещение уже больше тысячи почти да это для нас для нашего не проходного просто так а это именно наши которые постоянно здесь клиенты слушают вот ну что дальше сказать как вы думаете будет я вообще об этом не думаю только молюсь и все зачем мне это думать он все попрал все отверг какие были добрые отношения одним махом отрубил как будто никогда этого не было и он совершенно не слышит ни батюшки ни устав нарушает на каждом шагу почему поехать куда надо благословлять своего священника он не считает а это не важно он считает что исполняет первое заповедь не лгать еще первее что уставы потеряют как говорится для созидания а он делает что людей расторить там кого-то натравить и чтобы ничего и не было то есть враг так и нужно назвать вещи теперь своими именами враг непримиримый но никакой силы в нем нету нет один щелчок его нету все и теперь не знает что будет но просто так это не оставится никак потому что это только полиция занялась полиция пока заявление подано в краевую прокуратуру ФСБ это серьезная организация и сказано как он тут против российской федерации что говорит то есть это подбивание к бунту не только просто так вся власть антихристов никаких документов не признавать и прочее но подано заявление еще и в краевую администрацию и в фон где мигранты приезжают там смотреть не знаю даже как подбуха ФСБ это что-то такое и еще и они так что за этим будет еще что-то и просто так он уже не будет а если сейчас они все скажут правильно что без документов ну это трудно поверить чтобы власти пошли на это а мы как раз и просим не выселять его а чтобы было по закону нас не упрекнули что мы скрываем беззаконника нарушителя и к нам не было претензии у нас хорошее отношение с властью а если они ему дайте документ что без прописки без гражданства можно брать землю где хочешь и жить пускай живет если они но дайте нам бумагу что вы разрешили если не дадут значит мы обращаемся тогда уже высшие органы это в Москве а там с этим делом разбираться будет очень быстро тем более отношения такие натянутые с Украиной а он оттуда и так что тут вопрос почти решен что так дальше он размазывать блевотину свою не будет это ну сколько можно дальше уже никак нельзя на него пишут там давай Роман ты заменяешь Игнатий будешь что делать то другое то от потерявки праха не оставит ну все это пустое бесовщина вокруг началась как раз чертовщина а он крылья-то распустил и плывет поэтому ничего нельзя уже сделать было ничего и те которые нападают на нас сейчас что обратились ну это во-первых их мало 2-3 человека а во-вторых они никто их нету ни имен ни фамилии неизвестно где взять но если нужно будет то мы их легко найдем даже очень легко я знаю куда обратиться а которые против того они ничего не трудились они сидят а не надо обращаться а что дальше делать ну сосед тебе будет сейчас каждую ночь приходить топором ломать двери ты будешь обращаться сразу обратишься твоя квартира но это не квартира тут положено слишком много 27 лет с нуля попробуй иначе бы таких сел было много 21 тысяча разрушенных сел то могли бы что-то сделать кто-то ничего не сделали вот так вот Никита помог насчитать так сегодняшний день у нас тут Володя как всегда на кухне Надежда Василина вот так Никита поснимай пока сейчас я открою выпущу голубей гликерию сними гликерия смотри сейчас я буду голубей выпускать о смотри ну погри я голубей-то выпускаю кошки кошки да ты что господи помилуй подожди кошек спрятать который раз уже так кошка сразу схватит ее так бери так найди ее большую смотри какая у нас кошечка вон она вот какая вот рыжая подожди она вот покорябочка она тебя боится она у нас так выросла таких тихо-тихо-тихо-тихо надо смириться даже толкать не надо готово дело Оля ушла уже Никита успевай смотреть гляди давай 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 хорошенькая вот она гляди полезна так теперь мы что делаем вот это большая многослойная фанера потом сверху прикрываем чтобы было тепло и у нас палочка одна есть палочка это уже ломается вот так закрыть спасибо Христос Полодя теперь смотри мы что делаем я вот это открываю иди сюда так подожди-ка я гликерию покажу что там у нас есть гликерия у меня сейчас посмотрит иди сюда вот залазь на эту табуреточку пока голуби не вылетели я тебе сейчас покажу где они у нас тут сидят ой давай туда смотри вон голубка дальше вон там видишь далеко Никита посмотри вон она парит под ней яйца а вот еще один голубок глянь туда голову засунь туда давай туда видишь нет голубя ну смотри голову пропусти голову видишь не пойму что ты дергаешь ну тогда иди к бабе так сейчас отсюда отходите они сейчас вылетят смотри внимательно смотри гликерию вот чтобы их вызвать я сейчас буду кричать им насыплю семяшек смотри как вот так вот вот сейчас смотри я буду звать их глянь внимательно гуля 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 смотри туда гуля 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 выходите скорее гликери ждет вас гуля 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 вая напугали его теперь его на вылазит вылазит голову показался видишь нет роман подвинься маяц как никита вот он вот он как вот она вторая вот она как а теперь посмотри сюда яйца там лежат он ищет его не в конце видно нет тебя вывелся один маленький гляди вывелся сегодня вывелся видишь нет приблизь вон он где видишь как он сидит маленький теперь я сейчас уберу его подожди ка это эти быстренько убрать оттуда что за ночь там было у них так подожди-ка так володя нож привести скорее так и на теперь надо мне убрать от этого помет вот она сейчас смотри она опять залетит туда сейчас она быстро туда полетит вон она беспокоится чтобы они не замерзли гляди 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 скорее подойди как она вот она как и скорее смотри на как сейчас туда скорее сейчас бросится туда и к ним пойдет давай подойдет вот так а теперь смотри там гляди она бежит к ним ой видишь а то это она мамка а вон у них вон а где отец то сидит тятя то вон где наверху он он где гляди где ой видишь это отец о как у нас интересно здесь а у дяди романа там ничего нет и чужие дяди с наручниками рядом сидят не хотел этой жизни нормальной жить решил здесь перестроить в россии нельзя не прикасайся так вот и все сюда не допускай должна держа смотри туда нельзя подходить даже вот и все все на этом по славу боже давайте помолимся романе дядя романа чтобы господь положил на ум не нарушать волю божию всякая власть от бога тем более вас который нас не преследует господи божий наш слава тебе боже всемогущий хвала тебе на понятиях следует имя твое святое да прославится через жизнь нашу коси сердце романа останови господи его безумие не дай ему погибнуть и судный день не вспомянется злой а только доброе освободи его от этих уз которые заковал его сатана от злословия от поношения дело божие боже слава тебе за все отец сын и святой дух аминь вот так все так ты вчера пришла я слышал она тобой руководить начала сказала баба делай что и надо как это это у нас игра такая была в царицу и царя и она она была главная вот и теперь вы выковыриваю теперь это главный где будет только зашла в дом и сразу чего она там говорит бабе баба делать то другое да я царица я царица вот и все наигралась а теперь сиди из нее это не выковырнуть уже так баба будет у нее перед ней ходить она не может ползать будет перед тобою она царица а не ты ты маленькая больше так не говори иначе я тебе запрещу с бабой общаться ты совсем меняю погубишь старуху все на этом